Привет всем, друзья! И добро пожаловать в новый влог Пью кофе Уже, по-моему, не доброе утро, а, наверное, добрый день Я, конечно, для меня это уже день Я стою очень рано Стою полпятого Отключилась, а то она у нас, машинка гудит Особенно, когда перемеливает, знаете, у нас эти боны Вот они И она у нас гудит, когда начинает перемалывать это все Так Ну и что, хочу, да Для нас это, для меня это уже добрый день И сколько у нас сейчас? Сейчас я вам покажу Сейчас у нас Ну, 9 часов почти 8.56 Вот, ну, мы уже покушали сможем Покушали уже Так, наливаем Еще, думаю, две кофе Две кружки выпила И мало Ой Ммм Люблю пенку И мало Думаю, надо еще попить сейчас Сегодня суббота у нас Так, ладно, еще чуть-чуть Сын идет на Эрстагильфы у меня Фирошайн будет права делать Конечно, дорого Сейчас все подорожало Ну, как уже все собрали Ну, как уже все собрали Уже ходит на эти штунды На часы Отсиживает И вот уже и начинает Так что, ой, потихоньку Чтоб ничего не поцарапать Сегодня по вашим просьбам Мне писали Вот, девчата, по вашим просьбам Буду печь для вас Пирог меренга Ну, он как бы похожий на торт Да, ну, как я на него говорю Тортик с меренгой Буду вам рассказывать Рецепт Очень легкий Очень легкий тоже рецепт Вот, мое кофе Очень легкий рецепт И покажу вам А сейчас пойду Кофе попью Потом приду, начну Теперь все приготовила Соскучились Так, сейчас я вам покажу Опять Мой рецепт с яблоками Меренга в яблоках Как говорится, да И тоже очень быстрый Девчата, рецепт И не только И маленькие девочки И девушки меня смотрят Это очень вкусно И быстро И, во-первых, у вас получится Самое главное Надо взбивать все в густую Так, что нам к этому надо? У меня тут уже растопленное А можно просто мягкое Масло сливочное 110 грамм Сахар Уже вот тут у меня 150 грамм Четыре желтка Желтки у меня вообще маленькие Я не знаю Покупала в Лидле И очень маленькие желтки Вот, четыре штучки у меня Сметана 60 грамм Ну, это столовую ложку Такую с горочкой Хорошую такую возьмем Вот, можете брать цедру Можете не брать цедру Вот эту кожурку добавлять Но я не буду добавлять Никакую кожурку И муки Где-то 200 грамм Может быть 210 Вот так вот идет Плюс-минус Почему? Потому что у меня Желточки Желтки у меня вообще Малюсенькие Посмотрите Разрыхлитель 10 грамм И ванилин Ванилин подкусывают Потом, девчата Яблоки Ну, конечно, вот они Можно делать с груш Вот У меня тут четыре штуки Можете три Если нет, четыре Если есть и пять Можете и пять яблок И галь Сколько яблок надо будет Потом нам надо будет Тридцать грамм муки Или Картофельного крахмала Или любого крахмала И можете добавить цинт Цинт Как будет по-русски цинт? Можете добавить цинт И одну столовую ложечку Вот так вот Даже две можете Тут у меня уже сахар И, конечно, четыре белка От этих четыре желтка Вот они Белков оказалось больше, чем желтков И К этим белкам 150 грамм Сахара Все Вот что нам понадобится И это быстро И просто И вкусно И, конечно, сегодня у меня Вот такой вот противень Круглый Не тот мой резиновый Они у меня практически одинаковые Просто этот немножко у меня повыше Когда будет меренга подниматься Воздушно Вот эта наша шапочка Надо немножко, чтобы было место Также я тут пикаментную бумагу постелила Вот, обрезала ее И сливочным маслом по бокам смазала Ну, поехали Даже можете засекать, девчата Сколько-то времени уйдет Это буквально быстро Конечно, кто как делает Но я вам говорю Это очень быстро Так В наш сахар Вливаем Четыре желтка Убираем Так, где наша ложка? А, вот тут ложка Уже я ее замарала Ничего нам тут по отдельности Прям не надо Хорошую столовую ложку Ну, вот такой вот Сметанки Тесто должно быть у нас густоватое Сметаночки Вот так вот Еще повытираем Убираем Масло Тоже же сюда Чепотка соли Пачка ванилина Бакпульва 10 грамм Это у меня Вчера я брала Тут вообще В этом Бакпульва Или Бакпин Я уже рассказала Здесь 16 грамм Тут я вчера брала Нам надо будет 10 грамм Пускай будет, что Здесь тоже одна Ну, как Чайная ложечка Разрыхлителя Все Это мы делаем муку Я говорю Мука у меня отсюда Не выводится Все Теперь Размешиваем Все руками А потом Сбираем Миксером Я отключусь Потому что Миксер Будет Всегда делаю Вот так вот Например А потом С вами Зайднемся Яблоками Сюда Убираю Посмотрите Как я сбила Яйца Масло Вот сейчас Вот Вот это Вот все Я сейчас Сбила Вот такую Густую Массу И теперь Добавляем Нашу муку Тут у меня 200 грамм Так Сначала Перемешиваем Хорошенько Сверху Униз Чтоб Не было Комочков Вот так Смотрите Нашу Яблочки Вообще Можно было Протушить Хорошенько На сковородке Добавить Туда Сахар Корицы Ну Я не стала Это делать Потому что Яблоки У меня Сильно Сладкие И Как бы Туда Надо было Сахар Добавлять Чтоб Этот сахар Как Испарился Вода С сахаром Да Ну Я не стала Яблоки У меня Сильно Вкусные И сладкие И Вообще Говорю У меня Вообще Идет он По рецепту Можно Добавлять Лимон Немножко В яблоки Ну Я добавлять Не буду Я говорю Яблоки Сильно Сладкие Так Ну И все Нашу Муку 200 грамм У меня Все Подушу Все Убираем Хорошенько Перемешиваю Смотрите Девчата Вот такая Вот масса Вот такая Вот она Должна Получиться Сейчас Все Убираю Свой Протвень Вот сюда Высыпаю Все Ну и все Сейчас я Лопаткой Все Выгребу Сюда Ну и все Лопатка Я Выгребула И теперь Разморнежно Делаю Все Сюда Тесто По всем Крамешкам Чтоб Одновременно Везде Было Все равно Когда она будет Духовки Она Одновременно Растекется Смотрите Какая красота У нас Получается Вот так Я делаю Сюда Вот так Стеночки Просто Вот так Чтоб Красиво Знаете Было Все Вот так Вот Все Оставляем В сторонку И Я Сейчас Включаю На 180 Градусов Вверх Вниз И Чтоб У меня Девчата Духовка Разогрелась Пока Отставлю В сторонку Все И Начинаю Чистить Свои Яблоки Так Все Спрашивали Как я Чищу Яблоки Обыкновенно У меня есть И такая И такая Значит Беру Вот так Это Самое Лучшее Сначала Беру Вот так Вот Это Быстро Отепения У меня Нету Когда Особенно Приходишь С работы У меня Все Летит Охота Все Быстро Сделать У меня Уже Как Сказать У любой Хозяйкина Рука Набито Набито Показываю Я Рецепты Как Бы Свои Не Так Вот Чтоб Тут Убрать Тут Чисто Тут Как Я Делаю Как Я Делаю Знаете Как По своему По хозяйски Так Тут У меня Столовая ложка Сахара Люблю Сладенькое И вот так Смотрите Вот так Вот беру Не сильно Конечно Большие Яблоки У меня Посмотрите Но не Вот Уже Все Вот Как С ними Надо Как Работать Что-то Делать Чтоб Не пропали Вот так Прям Тоненько Беру И Вот так Вот Тонко Раз Раз Все Сюда Все Попадается Цак Убрали И Вчера Которую Я вам Показывала Пирог Так Найскать Буду Делать Показывала Пирог Его тоже Можно Делать И наверх Вот эту Же Шапочку Так Тоже Сюда Эти Тельмины Меня Уже Замучили Девчата Никак Не могу Поехать Подушки Купить Ковры Купить Но еще Которые Я хотела Не было Ангиботов Скидок Не было Так Не к нам Случайно Едут А то Сегодня Суббота Выходные Так Вот так Цак Цак Быстро На землю Тоже Так Тоже Тоже Так Подойдут Так Что У меня Нет Именно По Именно По Точному Рецепту Сами Видите Так Можете Брать Тридцать Грамм Столовую Ложку Или Разрыхлитель Извиняюсь Или Картофельного Крахмала Или Опять С мукой Тридцать Сахар Здесь Есть Или Есть Корица Еще Можете Корицы Корицу Туда Немножечко Сделать Перемешиваем Все Хорошо Перемешиваем Духовку Я включила Посмотрите Вот такая Штука Должна Получиться Ну Все Добавляем Нашу Массу Все Сюда И Все Равномерно Размешиваем Равномерно Доделаем Вот сюда Чтоб у нас Не было Здесь Гора И Ставим Так Где-то Буквально На 30 Минут Ну Я Еще раз Говорю Духовка У всех Разная Бывает 30 Бывает 40 А бывает 35 У меня Такая Духовка Средняя Вот Не знаю Почему Вот она Мне Средняя И Не скажи Что она У меня Как быстро Нагревается Ну Такая Вот Средневатая Так Все Теперь Ставлю Разрогретую Духовку Где-то На 30 Там 45 минут Смотрите Сами Да Какие Они Должны У вас Быть Смотрите Только Вытащила Посмотрела Вот Такие Посмотрите Какие Они Мягенькие Надо Попробовать Нет Все Отошло Вот Такой Вот Он Должен Нежно Посмотрите Как Он Отходит Сейчас Одну Попробую Очень Вкусно Ой Какой Вкуснятина Посмотрите Ну Все Теперь Мы Делаем Мерингу Мне Очень Такое Нравится Почему Я Не делала На сковородке Потому Что Яблочки У меня Мягенькие Такие И знаете Они с кислинком Кислинка И поэтому Я Не добавила Как вам Объяснить Вот Эту Вот Цедру Да Вот Они Мне И так Немножечко Они Сладко И еще Я добавила Зеленое Яблоко Зеленое Яблоко Я уже Вам Говорила Вот Такое Вот Те Красные Очень Сладкие Они Рассыпаются Вот Такие Вот Вот У меня Они уже Немножко Плоховатые Вот Так Девчат Приступаем Тут У меня Четыре Белка Белка Конечно Больше Чем Желтков Желтки Такие Маленькие У нас И Сахар Тоже Сюда Все Уже Засахарился Ну И Теперь Конечно Так Сначала Это Делаем И Теперь Конечно Сейчас Начнем Взбивать Избиваем Крутую Пену Все Так Теперь Посмотрите Вот Именно Вот Такое Вот У вас Такая Масса Должна Получиться Вот Прям Сбивайте До Потери Пульса Пока У вас Вот Такая Масса Не Получится Именно Густая Меренга И Есть Из Густой Массы Потому Что Некоторые Плохо Сбивают Вот И Не Получается Он Растекается Да Именно Вот Так Вот Чтоб У вас Получилось Так Посмотрите Еще Раз Ой Видите Вот Такая Вот Прям Сбивайте Стойте И Сбивайте Так Ой Еще Горячая Отключила Девчата Свою Эту Вытяжку Потому Что Тут У Меня Индюшатина Варится И Оно Мне Тоже Так Сильно Будит Так Все Теперь Вот Делаем Сюда Не Ну Не Шедевр Посмотрите Какая Красота Он Прям Вот Стоит Как Поставишь И Вот Так Вот Он И Стоит Смотрите А Как Это Еще Вкусно Вы Еще Не Знаете Просто Потом Кому Будет Интересно У Мне Тоже Есть Такие Всякие И Свишни И Ой Много 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 Я Вообще Люблю Экспериментировать И С Рецептами И Со Всеми Так Что Я Вам Потом Буду Показывать Пока Есть Время Пока У Я Удача Не Началась Потом У Меня Все Уже Времени Мало Будет Вот Так Вот Делаем Так Сюда Сделаем Попольше Сначала Я Вот Так Разглаживаю Вот Так По Всему Периметру Ну И Потом Вот Завитушки Делаю Вот Так Смотрите Вот Так Как Знаете Как Волны Наподубь Волны Вот Так Вот Сюда Так Чем Мус Ну Вот Этим Я Сейчас Беру Сразу И Они Они Сейчас Ставим Конечно В духовку Ставим В духовку И Девчата Смотрите Как Только Они У вас Начнут Быть Коричневые Такие Золотистого Цвета Сразу Вытаскивайте Тоже Наверное На Минут Вот Так Вот 15 Я Так Ставлю Сейчас Я Вот Как Вытащила Бисквит Да Вот Этот Вот Свой Пирог Я Еще Духовку Не Выключала Потому Что Это Буквально Знаете Сбить 7 Минут Ну Ну Все Ставим Духовку Это Только Вытащила Но Очень Горячий Вот Такой Вот Он Должен У Вас Получиться Смотрите Какой Красивый И Как Только Он Остынет Хотя Б Немножечко Да И Потом Уже Его Можно Перекладывать На Вашу Самую Любимую Красивую Тарелочку Вот Такая Все Отходит Все Отходит Главное Пускай Остынет Немножко И Посмотрите Какой У меня Пирог Получился Меринговый Очень Вкусный Сладкий Девчата Быстрый И Вообще Я говорю Домозапах Такой Очень Вкусный И Еще Хочу Сказать Его Можно Выпекать С Груш Именно Вот С Таких Твердых Но Ни В коем Случа Не Мягких Потому Что Получится Потом Каша Вот Где Какие Вопросы Пожалуйста Мне Можете Говорить Говорить Писать Я Всегда Отвечу Так что Большое Большое Спасибо Вам За Просмотры Всем Пока Хорошего Вам Дня По Традиции Покажу Нашу Погоду На Улице У нас Сегодня 13 Градусов Тепло Так Ну Ветерочек Но Тепло Хочу Сказать Хорошо Прям На Улице Ну Всем пока Девчата И еще Хочу сказать Извиняюсь Рецепт Я напишу Если я сразу Не написала Рецепт Я обязательно Напишу Не обижайтесь Потому что Не было Времени У меня У меня автоматически Видео Как Я запустила Видео И потом Ушла Ушла Поработала Потом Уже Пришла Поздно И уже Потом Написала Рецепт Пока Всем Хорошего Вам Дня Еще раз Рецепт Рецепт